всем привет всем привет сегодня я хочу с вами со всеми с вами поговорить про такую дату как 28 ияра по правде говоря я только недавно узнала что день иерусалима празднуется именно 28 ияра и я вникла в суть этого праздника до день иерусалима я вникла в суть этого праздника почему мы празднуем день иерусалима почему он так важен вот это все про нашу дату 28 ияра всем привет всем привет и я еще раз пока все собираются повторюсь что мы с вами поговорим о празднике таком для еврейского народа как день иерусалима шалом который мы празднуем 28 ияра что это за праздник такой почему нам иерусалим так важен если вкратце то 28 ияра это про это день иерусалима этот день когда спустя две тысячи лет после шестидневной войны мы наконец отвоевали наш иерусалим потому что на протяжении двух тысяч лет иерусалим находился под властью палестины под властью в общем не евреев и не было у евреев доступа ни к стене плача ни к храмовой горе не вообще ну в общем евреям принадлежала западная часть города а восточная она была в общем недоступна и именно после в 1970 1967 году после шестидневной войны хотя война потом дальше еще продолжалась но вот этот день 28 яра когда иерусалим наконец-то да он мы его отвоевали и он вернулся в наши в наши так сказать владения мы празднуем этот день день иерусалима иерусалим очень интересно он переводится на иврите он говорится иерушалаем и есть первая трактовка это иер-шалем да то есть это город цельный полный что означает что наконец-то все части города объединились да и они наконец одно целое и как сказали что так переводится до название как полный цельный город и есть еще одно название это иеруша и шалом что это наследие и мирное наследие теперь почему мирное наследие сказано что когда ну иерусалим он всегда принадлежал всему народу израиля теперь когда паломники да когда был храм и еврейский народ приносил в праздники шалоша и галима мы приносили подарки всевышнему в храм помните были жертвоприношения да я не люблю это слово я люблю говорить подарки всевышнему да когда евреи приносили подарки ашему всевышнему да кто-то муку кто-то оливковое масло кто-то баран как барана кто-то ягненка да когда мы это все несли то все когда приходили в иерусалим почему говорят иеруша шалом да почему говорят что цельное наследие мир мира, да, почему? Потому что когда евреи туда приходили, они могли остановиться в любом месте, не платя за это много денег. Они говорили, это наша земля, да, они бесплатно могли постучаться к кому-то, прийти и посетить, да, и что очень-очень радует, да, не всегда сейчас придёшь в какой-то город и скажешь, можно я вас здесь переночую бесплатно, да, не все так примут, а тогда это, да, было, потому что Иерусалим, ну, грубо говоря, принадлежал всему еврейскому народу. Потом произошло так, что всё выбилось из-под контроля, вот, и в перед, точнее, в преддверии 28 яра, дня Иерусалима, да, этого святого города, я бы хотела ещё упомянуть, почему, почему Иерусалим для нас такой святой, почему, вот задумайтесь, евреи три раза в день, три раза в день мы говорим в молитве, что пусть Всевышний вернись милостого в город твой Иерусалим и обитай в нём по своему обещанию, устрои его вскоре в наши дни и дай нам удел в Торе твоей, вот это мы говорим в молитве Амиде, есть отрывок, да, мы говорим это и в утренней молитве, и в дневной молитве, и в вечерней молитве, потом где мы ещё говорим это, мы говорим это в Беркат Амазон, в благословении после еды, да, в Иерусалиме, и отстроит Всевышний храм Иерусалим, и вернёт всех, всех в этот удел, где мы ещё упоминаем Иерусалим? Посмотрите, хупа, веселье, счастье, крики, песни, наконец-то она выходит замуж, или наконец-то он женится, да, пусть у них будет большой мирный дом, пусть у них будет много детей, такое счастье, но что делают молодожёны под хупой? Они берут стакан, заворачивают кто в фольгу, кто во что, и разбивают его, и все кричат Мазальтов, а задумывались, почему разбивают этот бокал? Но также в память о Иерусалиме, да, мы говорим, что даже Всевышний, даже в такой радостный момент, как хупа, да, как мы наконец-то создаём дом, да, место, где ты будешь обитать, ведь мы знаем, что это не только пара соединяется, но ещё Всевышний с ними присутствует, да, мы говорим, что даже в такую радость мы помним Иерусалим, и мы скорбим по храму, и хотим, чтобы он вернулся. Посмотрите, в скольких мы каждый день, три раза в день, и Беркат Амазон, да, и в благословении после еды, сколько раз мы упоминаем, чтобы Всевышний отстроил Иерусалим, да, это, вау, очень много раз. Где ещё мы упоминаем Иерусалим? Песах, да, когда мы прочитали практически всю пасхальную году, провели седр, важно, в конце, в конце трапезы, как мы уже всё-всё сделали, да, уже закончили читать благословение после еды, мы говорим, в следующем году в Иерусалиме, даже здесь мы тоже упоминаем Иерусалим, практически во всех, во всех молитвах, во всех наших просьбах ко Всевышнему, да, мы говорим, Всевышний отстрой Иерусалим, верни твой народ в святую землю, да, отстрой уже храм. Почему? Почему нам это так важно? Почему? И я не отвечаю на этот вопрос, я хочу ещё рассказать такую интересную вещь, что где-то в средине 13 века, где-то в средине 13 века был такой мудрец, наверняка вы знаете, Рамбан, он, понятно, что многие-многие люди, которые не были никогда в Иерусалиме, они мечтают туда попасть, да, посмотреть на эту историю глазами, я помню, я когда была девчонкой, я реально мечтала попасть, посмотреть на это всё, и правда, когда находишься вот в Иерусалиме, вот в этих святых местах, когда ты видишь эту пустыню, горы, правда, вот так тебе кажется, что это же всё тут происходило, это здесь было, да, может, оно выглядело по-другому, потому что здесь сейчас много строений, да, да, может, оно выглядело по-другому, но это было здесь, и история как будто бы оживает, да. Так вот, и Рамбан был, мудрец Рамбан, он был одним из тех, кто мечтал посетить Иерусалим, и в возрасте, когда ему было 72 года, ему это удалось, он приехал в Иерусалим, и наверняка он увидел не то, что он хотел увидеть, потому что сказано, что он приехал, и он увидел просто во многих местах руины, очень мало соблюдающих людей, да, он это всё увидел, и он написал письмо своему сыну. Как вы думаете, что он там написал? И он написал своему сыну, что Иерусалим полупустой, он разрушен, да, опустевший, опустелась эта земля, и это грустно, это печально, но я вижу в этом пророчество Всевышнего, да, Всевышний, было написано в Таилиме вроде, что и разрушу я твои стены, и изгоню народ твой в другие страны, да, и будет разрушен Иерусалим, но вернётесь вы ко мне, народ Израиля, я обещаю, я отстрою храм, я верну вам ваш город, да, и опять мы будем в союзе, опять мы будем в мире. То есть Рамбан, он сказал, что да, если такое плохое случилось, то значит исполнится, мы знаем, что это было как предсказание, то значит исполнится и то хорошее, что сказал Всевышний, то есть и то благословение, да, вот, и таки да, мы видим, что Иерусалим, он, Баруха Шем, принадлежит нам, почти, вот, и дай Бог, что будет отстроен Третий Храм. Да, я, конечно, не представляю, да, мы привыкли к нашей жизни, у нас уже такая современность, скажем так, уже свои ценности, свои привычки, да, и у меня лично не укладывается это в голове, как это будет, да, как будет отстроен храм, где мы будем все находиться, что мы будем делать, да, это очень-очень много вопросов, вот, но по-любому нам будет хорошо, это без вопросов, вот, это то, что немножко я хотела рассказать про Иерусалим, наш святой город, наш цельный-цельный город, который принадлежит всем нам, так и сказано, вот, спасибо большое, и мазальтов, всем хорошего вечера, эрефтов, всем спасибо большое.